Всем привет! Начинаем путешествие очередное. Смотрим Васильевский остров, дома, которые расположены на первой линии. Так, первая линия, дом 12. Первые владельцы участков на первой линии появились в 1721-1722 году. Участок дома был пожалован генерал-майору Михаилу Ивановичу Леонтьеву, который был двоюродный брат царицы Натальи Кирилловны, матери Петра I. Леонтьев был генерал, провел в военных походах практически всю жизнь, ну и подолгу жил в Москве. В Петербурге было редко, поэтому не контролировал строительство дома. Строительство шло долго. И только в 1737 году был возведен лишь первый этаж каменного дома. Время идет, Михаил Иванович скончался, и дом перешел по наследству его сына Николая. В 1775 году, после смерти Николая Михаиловича, это сын генерала Леонтьева, его сестры продали дом Иоганну Христофоровичу Кшафу, который был мастер печенья французских хлебов. Вот такая вот должность у него была. Ну, грубо говоря, это был обыкновенный пекарь, но хороший пекарь. Плохого бы не держали, и плохой бы не был бы мастер печенья французских хлебов. А французский хлеб, честно говоря, достаточно вкусный. И в 1778 году этот шаф продал дом жене титулярного советника Анне Николаевне Гибнер. А титулярный советник в то время в табеле о рангах занимал место капитана пехотной армии. Получал порядка 75 рублей серебром. Ну, так для общего представления, к примеру, в 1796 году за рубль с сигнациями давали 68 копеек. А пуд мяса стоил 30 копеек, пуд хлеба 10 копеек. За день рабочий зарабатывал где-то на 3 килограмма мяса, чтобы быть в курсе событий. Капуста белое ведро стоила 25 копеек, пуд коровьего масла 2 рубля. Вот это просто такие-то общие представления, сколько получал. А он получил 75 рублей. В 1785 году этот Гибнер продает дом уже жене калужского купца Пелагеи Гавриловне Глуховой. Ну, та, видимо, и подстроила во дворе каменный флигель. В 19 веке владельцем дома становится колледжеский секретарь, позднее надворный советник Алексей Кузнецов. В 1807 году участок был переписан на имя его жены Алексея Кузнецова. Тоже, наверное, не хотел, чтобы на нем висел участок. Но мы не знаем, это тайна. И вот последний раз Кузнецова упоминается как владелица дома в 1809 году. В 1820 году владелица дома упоминается уже майорша Басова. То есть вот так вот, видите, как передавался дом. В 1829 году дом Басовой приобрел на имя своей жены, опять же, обратите внимание, на имя своей жены, начальник военно-топографического депо, генерал-майор Федор Федорович Шуберт. Федор Федорович Шуберт родился в Петербурге в феврале 1789 года. Отец, член Академии наук, заведал библиотекой и специальным кабинетом, который назывался Минцкабинет. Это отдел по собранию монет и медалей. Семья Шуберта жила на Стрелке Васильевского в одном из академических домов. Сам Федор Федорович Шуберт учился в главном немецком училище при церкви Святого Петра. Петер Шуля, как называлось. Участвовал в военных действиях с Францией, Швецией и Турцией в отечественной войне 1812 года. После возвращения в Россию Шуберта назначают начальника военно-топографического депо главного штаба. Серьезнейшая должность, в которой он прослужил 24 года. Представляете, четверть века почти. Федор Федорович проводит топографическую съемку территории Санкт-Петербурга, губернии. Точность была колоссальная. Топографический карт. И в общем даже сейчас люди это понимают. Эти карты представляют некий интерес. Также им был создан подробный план столичного города Санкт-Петербурга. Так называемый план Шуберта. Шуберта организовал корпус военных топографов по генеральному штабу, директором которого оставалось 20 лет. Кстати, он организовал в своем доме певческий союз в 1849 году и симфоническое общество, которое собиралось в этом доме. В 1860 году по состоянию здоровья Шуберта ушел в отставку, уехал в Германию, где в 1865-м и скончался. Дом перешел к новому владельцу, сыну Шуберта и дочери Софьи Федоровну. Кстати, в этом доме часто бывал достаточно Федор Михайлович Достоевский, который поддерживал хорошие отношения с внучками Федора Федоровича Шуберта, Софьи Васильевны и Анны Васильевны. Кстати, Анна Васильевна, он делал предложение даже. Софья Васильевна, всем известная Софья Ковалевская, математик, писатель и публицист. Вот ей здрасте. Кажется, здесь жила и бывала Софья Ковалевская. Кстати, потом уехала за границу и преподавала в Стокгольмском университете. В этом же доме, квартира которого стали сдаваться в наем, поселились супруги Ковалевские. Но разыгралась трагедия в семье Ковалевской. Муж покончил жизнь самоубийством, он неудачно заключил сделку и отравился хлороформом. Ему было 40 лет. Это акримарка. Ну а Шубер-младший скончался в 1877 году. И оба дома, 13 и 14, остались во владении Софьи Федоровны Шубер. А после смерти перешли к Федору Федоровичу Корвин Курковскому. Брату Софьи Ковалевской. В 1893 году оба дома купил Борис Константинович Веселовский. Это хранитель отдела рисунок и гравюра у императорской эрмитажа. В 1915-м нововладельцем стал Сергей Николаевич Белоруков и Николай Павлович Козлов. После революции дом не подвергался переделкам. А в начале 30-х проводились работы по ремонту фасада. Вот такая история дома. По адресу 1-я линия, дом 12. Всем пока, всем привет, до свидания.